Доброе утро! Это руководитель проекта библиотеки Non-Fiction Наталья Башкова, наш сотрудник. Ну а прежде чем предоставить ей слово, я хотел бы, как всегда, рассказать о тех полезных ссылках, которые я разместил в начале нашего чата. Посмотрите, пожалуйста, в начало нашего чата, особенно те, кто впервые присутствует на наших вебинарах, на вебинарах Директ Академии. Первая ссылка ведет на наш главный сайт, на главную страницу нашего сайта, на которой вы можете зарегистрироваться на все мероприятия до конца нашего учебного года, до конца июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором хранится сейчас уже более 420 вебинаров, записей вебинаров. Запись этого вебинара тоже ведется и в течение одного-двух дней появится на нашем канале. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе происходящего. Третья страница... Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов, на которой вы можете зарегистрироваться, посмотреть и задать вопрос, если необходимо, а потом принять участие в одном из наших курсов. Открываю вам небольшую тайну. Вчера мы поместили туда наш 10-й курс, который, возможно, именно вас всех заинтересует. Это курс «Марина Орешко», который называется «Информационные системы в библиотеке». Но о нем мы еще будем много говорить, я надеюсь. Наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где можно приобрести сертификат за участие в вебинаре. Ну и я хотел бы... Теперь уже в конце чата посмотрите. Сейчас я опубликую еще три ссылки на те мероприятия, которые у нас состоятся в ближайшее время. Это три мероприятия. Два вебинара пройдут завтра. Один вебинар Константина Николаевича Костюка, нашего генерального директора компании «Директ Медиа». Это вебинар, перенесенный с января, и называется он «Профессиональные контентные системы и рынки знаний. Итоги 2018 года и динамика последних лет». Завтра же, но уже ближе к вечеру по Москве, в 17.00 вебинар Марины Орешко «Убрать нельзя использовать мобильные устройства в библиотеке». Обращаю ваше внимание, что Марина попросила перенести этот вебинар с 15.00 на 17.00 по Москве. К сожалению, у нее в колледже, где она преподает некий форс-мажор, и она в 15.00 должна присутствовать на своем рабочем месте. Ну и, наконец, 14.00 февраля, послезавтра в 12.00 часов, Дмитрий Кирьянов дебютирует у нас в Директ Академии с вебинаром «Как выбрать платформу для вебинара». Я тоже ожидаю очень интересный вебинар. Дмитрий – очень интересный человек. Ну что ж, на этом моя вводная часть закончена, и я приглашаю Наталью для проведения нашего сегодняшнего вебинара. Наталья, прошу. Наталья, прошу. Дорогие коллеги, наш сегодняшний вебинар посвящен целому ряду важных вопросов, контента и функционала, а также удобных нововведений в использовании научно-образовательного ресурса «Библиотека Nonfiction». «Библиотека Nonfiction» – это электронная библиотека, включающая прежде всего научную и образовательную литературу, как это и соответствует названию «Nonfiction». Вместе с тем, в качестве бонуса мы предоставляем и один раздел художественной литературы, причем в достаточно богатом разнообразии жанров. «Библиотека Nonfiction» – проект компании «Директ Медиа». С 2002 года наша компания занимается оцифровкой произведений классической и учебной литературы. Сначала мы работали в формате компакт-дисков. У нас вышло много дисков в разных сериях. Это и «Библиотека русской классики», «Мировое искусство в лицах», «Гуманитарные науки», «Классические труды» и многие другие серии. И вот материалы этих дисков и послужили основой для создания первоначального варианта электронной библиотеки. В библиотеке Nonfiction размещено более 65 тысяч книжных изданий и 2400 аудиокниг. И фонд книжных изданий, конечно, пополняется. Это современная литература и классика на русском и иностранном языках. Здесь представлено все разнообразие жанров, мемуары, учебники, справочники, альбомы, нотные издания. И сегодня мы с вами посмотрим некоторые из наших книг, из наших изданий. Доступ к ресурсу возможен с компьютеров в библиотеке, а также с любых устройств пользователей. И персональные компьютеры, и планшеты, и, конечно, в мобильном приложении. Подключение к библиотеке происходит после заключения договора о сотрудничестве. Контент библиотеки для наших подписчиков состоит из двух больших частей. Бесплатная часть и платная. К бесплатной части библиотека получает доступ, сразу получая логин-пароль от нашего менеджера. С платной частью контента работа осуществляется по принципу комплектования по требованию пользователя. Конкретные книги, которые выбирают читатели, приобретаются из общего каталога. И далее заявка от читателя поступает в адрес библиотекаря, который имеет возможность либо подтвердить, одобрить эту заявку, либо отклонить. Пополнение фонда может происходить и в автоматическом режиме по порогу одобрения стоимости подписки на книгу, которую устанавливает сам библиотекарь. Как это происходит, мы с вами все посмотрим на отдельных слайдах, когда будем говорить о личном кабинете библиотекаря. К нам подключено множество библиотек. География подключения достаточно широкая. Это такие города, как Екатеринбург, Воронеж, Тюмень, Пенза, Сургут, Новосибирск, Иркутск. Причем мы развиваемся дальше и сейчас активно разрабатываем функционал подключения не только, не просто отдельных библиотек, но и больших организаций с разветвленной структурой филиалов. Головная организация будет иметь возможность видеть всю статистику и по читателям, и по использованию книг во всех своих филиалах. Филиалы закупают литературу из общего денежного кошелька головной организации, и таким образом приобретенные книги становятся доступны для всех читателей и филиала, и головной организации. Таким образом наши возможности разных форм подключения все расширяются. Среди наших партнеров ведущее издательство России. Вот вы видите некоторые из логотипов на слайде. Это и Арис Пресс, Алитея, Весь мир, Владос, Время, Диалог Мифи, Издательский дом Высшей школы экономики, Территория будущего, Книжный мир, Когита-центр, Ломоносов, Олимп Бизнес, Прогресс Традиция, Языки славянских культур и многие другие издательства. Вы можете увидеть книги каждого из этих издательств, воспользовавшись расширенным поиском. Там есть специальное поле издательства, и вы набираете необходимое издательство, и все книги его появятся общим списком. И, конечно, библиотека Nonfiction продолжает регулярное пополнение книжных изданий. Как я уже отмечала, сейчас в Nonfiction представлено более 65 тысяч книг. С чего же начать знакомство с нашей библиотекой? Для первого знакомства с контентом и интерфейсом библиотеки мы раньше приглашали публичной библиотеке заключить бесплатный договор на тематическую коллекцию «Золотой фонд научной классики». Эта коллекция размещена в разделе «Каталога. Классика для всех». В ее состав входит более 7 тысяч книг по разным областям знаний. Первое знакомство, то есть посмотреть и в целом контент библиотеки, и как что работает, удобство использования. Но теперь наша ситуация меняется, и меняется она в самую хорошую сторону. И мне очень приятно сказать слушателям нашего вебинара, вы первые, кто об этом узнает, очень важную новость. Дирекции нашей библиотеки решено существенно расширить круг бесплатной литературы для наших подписчиков. В ближайшее время бесплатная коллекция, доступ которой сразу открывается любой библиотеке подписчику, будет содержать почти 44 тысячи изданий. Это, конечно, колоссальная цифра. Если раньше было всего 7 тысяч бесплатных изданий, то теперь их будет 44 тысячи книг. В бесплатную часть войдет дореволюционная литература, специализированная литература советского периода, книги, директ-медиа, те из них, где мы выступаем правообладателями. И в ближайшие дни начнется подключение к вот этой большой бесплатной коллекции всех наших подписчиков. И мы, конечно, обязательно через рассылку оповестим об этом всех наших пользователей. Все эти книги распределены по тематике, как это и положено, по общему каталогу нонфикшн. То есть теперь они собраны не только в одной коллекции, как вот, например, был Золотой фонд научной классики, а лежат во всех разделах. И, соответственно, бесплатные книги доступны из общего каталога нонфикшн. Конечно, каталог очень большой, там представлены одновременно и доступный, и недоступный, то есть платный контент. Как же лучше ориентироваться в нашем каталоге? Благодаря существенной модернизации каталога, доступный для библиотеки контент можно теперь найти проще и быстрее. При выборе разделов достаточно поставить необходимую отметку, галочку в поле «Только доступные» на верхнем желтом меню справа. Вот вы видите это поле, выделено в красном прямоугольнике на слайде. И тогда список книг раздела автоматически обновляется, и читателю видны только доступные ему книги, и бесплатные, и приобретенные, если таковые были приобретены библиотекой, то есть все доступные книги. Надо сказать, что это поле появляется только когда пользователь выбрал какой-либо раздел каталога. То есть если вы просто обновили страницу нонфикшн или только-только зашли в библиотеку, то этого поля не будет видно, как вот сейчас на скриншоте. Но когда выбирается конкретный раздел, то ставится галочка, то, конечно, происходит такое автоматическое перераспределение книг. Если вы убираете эту галочку из этого поля, то снова появляются перед вами все-все-все книги нонфикшн. Список книг раздела находится сразу после наших традиционных рубрик «Новинки» и «Популярная». Этот список может быть представлен в двух видах – в виде обложек книг или в виде списка, как вот, например, на слайде. Список сейчас мы разлиновали, поэтому мы надеемся, что стало удобнее ориентироваться по такому списку. И одновременно, конечно, все доступные книги можно будет увидеть и в фонде библиотеки, в личном кабинете и библиотекаря, и читателя. Фонд библиотеки – это только доступные книги для пользователей библиотеки. И бесплатные, еще раз повторюсь, и приобретенные за деньги, если таковые приобретались. Вот перед нами скриншот личного кабинета библиотекаря и вкладыш в фонд библиотеки. Список можно вывести в Excel-таблице со всеми выходными данными каждой книги. А теперь давайте обратимся к странице описания конкретной книги. За последние месяцы она также была у нас обновлена. Основные сведения об издании теперь представлены более наглядно. Справа от обложки вы видите общие данные об авторе, названии произведения, жанр, дисциплина, год издания, издательство, объем страниц, ISBN. А ниже находится ряд вкладок – это аннотация, содержание, библиографическое описание. И еще четвертая вкладка у многих книг присутствует – это список литературы. То есть это тот список, который обычно представлен в конце книги. И выбор одной из них тут же меняет необходимую информацию без лишнего листания и поиска. Содержание интерактивное, то есть уже со страницы описания книги вы можете выбрать заинтересовавшую вас главу, часть книги и, нажав на номер страницы, сразу перейти к чтению этой главы. Библиографическое описание также очень удобно, можно его скопировать и разместить в свой конспект, доклад или реферат, если, например, кто-то готовит какую-то научную работу. Сейчас мы с вами видим книгу из платной части контента и, соответственно, мы видим кнопки «Полистать», «Оставить отзыв», «Подписаться». Всегда, даже если эта книга платная, пока еще не доступная для прочтения, но всегда будут доступны первые семь страниц с тем, чтобы человек мог, пользователь мог полистать книгу. При наведении мышкой на кнопку «Подписаться» высвечивается дополнительная информация, а именно стоимость книги и текущий баланс библиотеки. Эта информация высвечивается, конечно, только под учеткой библиотекаря. Когда мы нажимаем на кнопку «Подписаться», то происходит списывание средств со счета, и книга попадает в общий фонд библиотеки и становится доступна всем подписчикам вашей библиотеки до конца подписки «Нонфикшн». Никаких ограничений здесь у нас нет. Здесь можно сравнить, например, с Литресом. Они работают по другой схеме, как, может быть, вы знаете. В Литресе, если 25 раз взяли книгу почитать, то книга исчезает из фонда, и ее снова нужно покупать. Вот у нас такого нет. Книга покупается один раз и доступна до конца подписки. Книга становится доступна для чтения в течение определенного времени. То есть это зависит от ряда факторов, неизбежных, от загруженности наших серверов, от скорости вашего интернета. Но, как правило, большинство книг становятся доступны для чтения после покупки буквально в течение двух часов. Но некоторые индексируются дольше, в течение суток. Самое важное здесь не забыть обновить страницу описания книги, чтобы появились обновленные данные. Теперь посмотрим, как происходит, так сказать, участие в приобретении книги со стороны читателя. Вот мы с вами видим эту же страницу этой книги глазами читателя. Он также может полистать первые семь страниц, оставить отзыв, поместить книгу в избранное и отправить заявку библиотекарю. При наведении мышкой на эту кнопку появляется надпись «Книга станет полностью доступна в том случае, если библиотекарь одобрит к ней доступ». Читатель нажимает на эту кнопку и понимает, что надо подождать ответа библиотекаря. Информацию о всех книгах, на которые был отправлен доступ, читатель может увидеть в своем личном кабинете. Вот перед нами как раз слайд, скриншот личного кабинета читателя, а именно вкладка «Запросы на доступ». То есть это все запросы, которые посылал читатель. Здесь мы видим автора книги, ее название, дата заявки и самая крайняя колоночка-столбец – это статус. То есть эта книга может быть либо отклонена, либо находиться в статусе ожидания, либо одобрена. И если книга одобрена библиотекарем, то читатель может сразу из личного кабинета перейти в режим чтения книги. В личном кабинете библиотекаря запрос на книги, информация по всем запросам собирается во вкладке «Запрошенные книги». Но, конечно, если библиотека имеет определенную сумму и может ей распоряжаться, то на каждую книгу, конечно, библиотекарю очень сложно давать свое одобрение, в том смысле, что это будет занимать очень много времени, поэтому библиотекарь может назначить порог одобрения заявок. Это можно осуществить в личном кабинете библиотекаря во вкладыше «Профиль». Есть специальное поле «Порог одобрения заявок на подписку». При его нажатии выпадает список. Я извиняюсь, почему-то слайды перепрыгивают. Появляется, выпадает список, и здесь достаточно дробно представлены суммы. Вы можете выбрать подходящую для вас. Ну вот в данном случае, например, 600 рублей. Следовательно, все книги, которые стоят дешевле, чем 600 рублей, меньше, они будут одобрены в автоматическом режиме. И читатель практически сразу после индексации нашей библиотеки получит доступ к этой книге. Если же книга стоит дороже, то, соответственно, требуется специальное одобрение библиотекаря. Вот сейчас перед нами слайд. Это кабинет библиотекаря, как раз вкладка «Запрошенные книги». То есть все запросы по книгам, которые нуждаются в одобрении, и те, кто автоматически прошли это одобрение, они все появляются вот здесь, в этом списке. И также справа вы видите статус книг. Книги либо ожидают решения библиотекаря, либо уже одобрены или отклонены. Ну и здесь вот на слайде просто крупнее представлены все статусы. Ну вот я еще хотела обратить внимание, что вот в этой вкладке «Запрошенные книги» слева, вверху вы видите баланс, текущий баланс библиотеки, и, соответственно, библиотекарь всегда видит движение средств. Когда книга приобретена в общий фон библиотеки, то появляется кнопка «Читать», и, соответственно, книга уже доступна для чтения. Нажав на эту кнопку, читатель переходит в режим «Чтение книги». Какие присутствуют здесь у нас возможности? Ну, прежде всего, вот эта верхняя панель над страницей книги, это прежде всего поиск по тексту данной книги, то есть вот этот поиск – это именно по тексту этой книги. Далее, листание, перемещение по страницам, масштабирование текста, копирование и распечатка фрагментов текста. Далее, установление закладок на любой странице и показ страницы во весь экран. Слева присутствует содержание книги, описание ее, содержание, которое тоже интерактивно, то есть можно перемещаться по главам, по частям книги. Ну, наибольшим интересом у наших читателей, пользователей пользуется кнопка копирования текста. Как она работает? Эта кнопка, она выглядит в виде блокнота, вот такая черная кнопочка с надписью «Тексты». При ее нажатии поверх страницы книги появляется страница, так как, ну, вот примерно как из блокнота, да, такая самая простая программа. Текст здесь появляется без всякого форматирования, но зато можно его копировать, да, вот я вот выделила одно предложение, можно скопировать и, соответственно, разместить в свой конспект уже у себя на рабочем столе. В одну сессию читатель может скопировать 10% книги, но есть и общее ограничение, что из книги не может быть скопировано более 90%. Также предзадана периодичность копирования, она тоже ограничена. Ну, это такая естественная защита авторских прав. Практически все файлы в нашей библиотеке имеют распознанный текстовый слой, и эта функция успешно работает, и вот это очень, конечно, удобно для копирования текста. В личном кабинете читателя читатель может обратиться, вот вкладка моей книги, может обратиться к последним читаемым книгам за неделю, за три месяца, или просмотреть всю историю чтения. Также справа находится кнопка «Избранная», куда отбираются самые нужные и любимые книги. Кроме этого, функционал позволяет быстро открыть книгу для чтения с помощью оставленных ранее закладок. Все эти закладки читатель может увидеть в личном кабинете, вот справа вкладка, которая так называется, закладки. То есть там размещаются все оставленные закладки. Это тоже очень удобно, потому что нажав на такую закладку, читатель сразу попадает в режим чтения книги и именно на ту страницу, где оставил закладку. Еще раз обратимся к личному кабинету библиотекаря. Конечно, его состав, состав функционал этого кабинета отличается от кабинета читателя. Самое главное, здесь присутствует возможность сбора статистики, поскольку работа библиотекаря связана с разного вида отчетностью. Прежде всего, эта статистика связана с использованием контента и, конечно, с количеством подключенных читателей. Вот мы сейчас это и посмотрим. Значит, в личном кабинете библиотекаря мы с вами выбираем вкладку «Статистика». В скором времени здесь появится еще одна вкладка, она будет называться «Филиалы». «Филиалы». Эта кнопка будет доступна большим организациям, которые подключаются к нам и имеют в своем составе очень большую разветвленную структуру филиалов. Там можно будет собирать статистику по конкретным выбранным филиалам или же сводную статистику. Ну а пока мы посмотрим статистику по конкретной библиотеке. Прежде всего, вы видите две большие кнопки. Это скаченные ресурсы и просмотренные ресурсы. Скаченные ресурсы имеется в виду скаченные в мобильное приложение, а просмотренные ресурсы – это то, что читатель читал с персонального компьютера, то есть с сайта. Прежде чем увидеть статистику, нужно установить, конечно, временной период. Вот при нажатии на соответствующие кнопочки выпадает такой вот календарь, вы назначаете даты и затем нажимаете на кнопку «Показать». Статистика сначала должна обязательно сформироваться в вашем личном кабинете, и только потом станет доступна кнопка «Выгрузить в Excel». То есть сначала мы должны все сформировать здесь, в личном кабинете. Ну вот мы выбрали временной период, и перед нами выгрузилась статистика. Здесь мы видим автор произведения, название и количество просмотров. Чтобы увидеть, какие именно страницы были прочитаны, нужно нажать на листик блокнота рядом с количеством просмотров. И там, где мы нажали, появляются вот такие желтые строки, на которых как раз и отмечены те страницы, которые были прочитаны читателями. Количество просмотров, здесь суммируется цифра обращений всех читателей. То есть, например, могли просмотреть, ну, например, я просто приведу пример, пять страниц, а количество просмотров, например, там 20. Это значит, разные читатели, но смотрели именно эти страницы. Например, там первые страницы книги. То есть здесь дается общая цифра. И эту статистику также можно выгрузить в Excel-таблицу. Дальше обратимся к статистике по читателям. Это соответствующая вкладка в личном кабинете библиотекаря, читатели. Здесь мы с вами видим столбцы, фамилия и на отчество, читательский билет, электронный адрес, логин, пароль и возраст наших читателей. Ну, для того, чтобы здесь отразились все эти данные, конечно, их нужно обязательно ввести при добавлении этого читателя в нашу систему. Последний столбец – это как раз инструментарий библиотекаря. Нажав на карандашик, вы можете редактировать данные читателя. Красная кнопочка. С ее помощью вы можете заблокировать читателя. Ну, например, если им нарушены какие-то правила использования книг. Если вы нажимаете на эту кнопочку, то читатель блокируется. Ну, вот мы сейчас обновили функционал. Как раз вот то, что я сейчас расскажу, это вот тот функционал, который сейчас уже... Вчера наша система была обновлена, сейчас он уже действующий. Вы можете это все увидеть и проверить. Так вот, тот читатель, который был заблокирован, он таким становится светло-серым шрифтом, он как бы остается в таблице, но не активен. И, соответственно, инструментарий, последний столбец меняется. Появляется зеленая галочка. Если вы ее нажмете, то вы вернете читателя в систему. Так что здесь вот тоже есть такой вот инструментарий манипулирования у библиотекаря. Чтобы добавить читателя в библиотеку, необходимо нажать на кнопку «Добавить», и появится вот такая следующая форма добавления пользователя со всеми необходимыми полями. Фамилия, имя, отчество, электронный адрес, читательский билет, дата рождения. Раньше логин и пароль генерировались автоматически, но сейчас мы ввели такое небольшое важное нововведение. Также мы ранее по требованию библиотеки могли сгенерировать сотни тысяч учеток, то есть логин паролей, которые мог библиотекой раздавать, не внося, не заполняя вот этой формы. Но на самом деле эта практика не очень хорошая, поскольку она обезличивает читателя. Мы практически о нем ничего не знаем, и не знаем его возраста, например. И, соответственно, в такой системе практически невозможно отследить возрастной ценз использования произведений. И поэтому вот как раз в нововведении наших последних, последней недели мы сделали жесткую привязку читателя к его электронному адресу. И с тем, чтобы каждый читатель был, ну, как бы сказать, для нас известен, будет привязка жесткая ко всем данным, которые введены о нем, то есть и его возраст, и электронный адрес, его должен быть уникальным. И система в автоматическом режиме теперь будет отслеживать и не допускать повторов электронного адреса. Более того, электронный адрес теперь станет логином читателя. Вот вы видите форму, да, когда читатель входит в библиотеку, вот справа внизу появляется такая форма, и в поле имя пользователя теперь можно вбивать и электронный адрес. Ну, электронный адрес читателей, как правило, свой знают хорошо, значит, достаточно запомнить свой пароль, и доступ будет открыт. Те читатели, которые ранее получили свои специальные логины, все это будет, конечно, действовать. То есть одновременно в систему можно зайти и по логину, который был дан ранее, и по электронному адресу, если он был вписан вот при добавлении читателя, то есть наша система знает этот адрес. Вот такое важное нововведение. Так что читатель для нас станет теперь более, так сказать, известен со всеми своими данными. Следующий сервис, о котором хочется рассказать, это сервис авторы. Любая книга начинается, конечно, с автора. Этот сервис также мы недавно существенно переработали. Выйти в этот сервис можно из верхнего желтого меню кнопка «Авторы». С помощью алфавитного указателя вы можете быстро найти необходимых авторов по фамилии. Набирая первые буквы фамилии, перед вами будет в автоматическом режиме обновляться список авторов, и вы сможете быстро найти необходимого автора. Для более легкой ориентации в перечне имен редакторы нашей библиотеки выделили более полутора тысяч фамилий выдающихся ученых, писателей, деятелей культуры, как отечественных, так и зарубежных. Этот золотой список нашего культурного достояния объединил и классиков, завоевавших мировое признание, и современных авторов, успешно пишущих на актуальные темы. Увидеть известные имена можно в общем алфавитном перечне авторов, где они выделены жирным шрифтом. При нажатии на такого автора мы переходим на его персональную страницу, и читатель получает подробную информацию о нем. Здесь обязательно будет представлен портрет, например, писателя или литератора, или его фотография. Даны биографические сведения из энциклопедий и справочников. Часто будут даны и дополнительные ссылки на какие-то еще ресурсы с еще более подробной информацией об авторе. Чуть ниже дан обширный библиографический список трудов этого автора и чуть ниже перечень произведений, доступных на нашем портале. Вот это скриншот справа, да, то есть в виде таких обложек, и обложка, и подпись под книгой. Это все активные ссылки со страницы автора, можно сразу перейти к чтению книги. Биографические и библиографические сведения представляют собой статьи из многочисленных справочных изданий, таких как литературная энциклопедия в 11 томах, биографический энциклопедический словарь «Малый академический словарь», энциклопедический словарь «Брагауза и Фрона», историческая энциклопедия и многие другие. Мы будем продолжать работать над этим сервисом, развивать его, поскольку на других платформах у нас уже сейчас реализованы очень интересные возможности, и, может быть, кто-то из вас подключен к нашей библиошколе, там вот это представлено более широко, и постепенно этот функционал мы тоже перенесем и на эту платформу «Нонфикшн». Следующий сервис, о котором мы будем говорить, это тематические коллекции. Перейти к тематическим коллекциям также можно с желтого верхнего меню, нажав на кнопку «Тематические коллекции». На портале «Нонфикшн» размещено более 160 тематических коллекций. Тематические коллекции – это целостные систематизированные подборки научной, научно-популярной и художественной литературы по разнообразным и интересным проблемам. 160 тематических коллекций – это значит, более 5000 книг систематизированы вот в такие подборки по самым разным дисциплинам, как естественно научным, так и гуманитарным. И перечень, и состав коллекции постоянно обновляется. В состав тематических коллекций могут входить и 20, и 50, и даже 100 книг. Их количество обусловлено широтой проблемы в тематике коллекции. И, как вы понимаете, чем она шире, тем больше книг в коллекции. В коллекциях мы старались осветить различные подходы к раскрытию и решению проблемы разной точки зрения, дать экскурсы в прошлое, выявляющие причины описываемого явления, а также и в будущее, чтобы увидеть последствия, а значит и показать значимость этого явления для общества. Все тематические коллекции объединены в макроразделы для их быстрого поиска. Ну вот, некоторые из них представлены перед вами. Династия Романовых, История России в монографиях и исследованиях, Всемирная история, Общественные науки, Мемуарная и биографическая литература, Библиотека русской и зарубежной классики и другие рубрики, разделы. Несмотря на то, что сайт библиотеки – это достаточно стабильная, устойчивая система, но чтобы быть интересным пользователям, сайт должен содержать в себе такие структуры, которые были бы аналогичны группам по интересам. И вот наши тематические коллекции – это и есть своего рода фокусы различных познавательных интересов. Выйти на тематическую коллекцию читатель может также просто просматривая книги в каталоге. Если книга находится в какой-либо коллекции, то об этом обязательно будет информация на странице описания этой книги. Ну вот, например, книга Мережковского, она находится сразу в нескольких коллекциях и в собрании сочинений Мережковского, и в коллекции, например, «Женщины правят миром». Если мы нажимаем на эту коллекцию, то попадаем на страницу этой коллекции, где представлены все ее рубрики, все, ну точнее, подрубрики, да, и все книги, которые входят в эту коллекцию. И вот мы видим, в частности, книгу Мережковского. Также вы видите, что на странице конкретной тематической коллекции имеются кнопки «Отправить рекомендацию», «Оставить отзыв, рецензию». Это обратная связь, которой мы всегда рады, если вы оставляете отзывы о книге или о самой тематической коллекции, или же можете порекомендовать нам добавить в эту коллекцию какую-то книгу. Все ваши пожелания в автоматическом режиме приходят на почтовый ящик наших редакторов и всегда внимательно изучаются. Познакомимся с некоторыми нашими коллекциями. Одним из важнейших источников исторических и культурологических познаний являются мемуары и автобиографии. Они охватывают максимально широкое поле жизни, знакомят с культурой, повседневностью, менталитетом прошлых веков. У нас представлены мемуары, и это отдельные коллекции и государственных деятелей, и ученых, путешественников, литераторов. Коллекция «История России в классических фолиантах» – это собрание фундаментальных многотомных трудов по истории России. В коллекции представлены как классические обзорные работы по всей русской истории с древнейших времен, так и монографии, посвященные отдельным, сложным и драматическим ее страницам. Среди авторов книг – основоположники русско-исторической мысли Иловайский, Ломоносов, Милюков, Погодин, Покровский и другие. В 1841 году в Санкт-Петербурге археографической комиссии при Императорской академии наук началось издание полного собрания русских летописей. Это важнейший источник отечественной истории. Летописи имеют фундаментальное значение для изучения истории древней и средневековой Руси. На долгие десятилетия XX века эти книги стали библиографической редкостью, а сейчас в электронном виде мы можем познакомиться с этими книгами. Коллекция древности российского государства включает великолепно иллюстрированное, раритетное многотомное издание. Оно было составлено и опубликовано по повелению императора Николая I еще в середине XIX века. Древности российского государства включают шесть отдельных томов текста и 508 хромолитографированных таблиц с изображением предметов древнерусского искусства, собранных в отдельные тома иллюстрации. Эти книги замечательно сохранились. Рисунки выполнены художником и археологом, академиком исторической и портретной живописи Федором Григорьевичем Солнцевым. В его акварелях с ювелирной точностью изображены символы государственной власти, оружие, великокняжеские, боярские, царские костюмы, памятники зодчества и многие другие предметы искусства. Перед вами одна из страниц книги. Еще несколько коллекций по истории России. Точнее, здесь мы сейчас пока шире по истории. Это Первая мировая война, последние дни императорской семьи, Великая Отечественная война, история Украины, исторический лексикон. В эти коллекции включены произведения выдающихся историков, политологов, писателей, раскрывающие тайны и загадки исторических событий, личности правителей. Обязательным условием включения в коллекцию того или иного произведения был высокий уровень исследования, авторитет и талант автора. Каждая книга – это самостоятельная авторская концепция, своя система фактов и аргументов. Без познания всех этих граней невозможно плодотворное исследование избранной темы. Также мы имеем коллекции, которые представляют собой собрание сочинений выдающихся отечественных историков. Крамзина, Костомарова, Соловьева, Ключевского, Сахарова. Во всех этих коллекциях представлены как дореволюционные издания, часто прижизненные издания, в работе над которыми участвовали сами историки, так и современные, то есть в современной орфографии. Золотой фонд, естественно, научной классики представлен у нас прежде всего в тематических коллекциях классики науки. Это две больших коллекции. Они объединяют труды выдающихся ученых, математиков, физиков, астрономов, биологов, химиков. Эти книги были изданы в рамках двух книжных серий классики естествознания и классики науки. Именно в рамках этих серий впервые в нашей стране изданы многие классические работы известных ученых. Инициатором создания серий был академик, президент Академии наук СССР Сергей Иванович Вавилов. Готовили издания ведущие специалисты. Коллекцию составили фундаментальные труды ученых с древних времен до середины 20 века. Архимеда, Аристотеля, Лукреца, Галилея, Гюйгенса, Декарта, Гумбольта, Ковалевской, Лобачевского, Менделеева, Мечникова, Тимирязева и многих-многих других выдающихся ученых. Знакомство с трудами великих ученых раскроет перечитателям масштабную панораму истории мировой науки. В этом же разделе естественной науки есть еще очень интересные коллекции, куда вошли книги, объединенные особенностью формы изложения. Они написаны исключительно занимательно и увлекательно. Авторы этих книг – выдающиеся популяризаторы науки и педагоги. Книги этих коллекций направлены на пробуждение яркого интереса к научным поискам и исследованиям. Содержание книг является превосходным развивающим материалом, тренировкой познавательного навыка, основой для самостоятельной творческой работы. Это такие коллекции, как «Занимательные науки», «Популярно о науке», «Головоломки для детей и взрослых», «Самообразование на досуге», «Создаем и конструируем сами». Для книг первой коллекции ключевым является слово «Занимательно». Сюда входят книги по самым разным наукам – биология, зоология, география, этнография и так далее. И название каждой из книг обязательно начинается с этого слова «Занимательно». Интересные факты, опыты, эксперименты для возможного повторения в школьных и домашних условиях – все это вызывает неизменный интерес у читателей. Дальше мы познакомимся с художественными коллекциями, которые собраны в разделе «В мире искусства и мастерства». Это, прежде всего, наши совместные проекты нашего издательства «Директ-медиа» и издательского дома «Кобсомольская правда». Как вы знаете, вышло множество серий, и вот некоторые представлены в библиотеке «Нонфикшн». Это, например, серия «Великие художники». В библиотеке «Нонфикшн» вы можете познакомиться с 98 прекрасно иллюстрированными альбомами. Каждый из альбомов посвящен жизни и творчеству выдающегося художника, чье имя вписано золотыми буквами в историю мировой культуры и искусства. Альвазовский, Брюлов, Воснецов, Крамской, Левитан, Репин, Рерих, Боттичелли, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Босх, Дега. Каждый альбом содержит более 50 иллюстраций, биографию художника, историю создания бессмертных шедевров, а также исследование их стилистических особенностей и техники исполнения. Еще одна коллекция «Великие музеи мира». В библиотеке «Нонфикшн» 78 альбомов в этой серии, в этой коллекции. Каждый альбом рассказывает о конкретном музее или картинной галереи. В альбомах представлена история музейной коллекции, показаны ее шедевры. Читатель сможет увидеть и узнать историю знаменитых произведений искусства. Еще одна серия «Музыкальная шкатулка». Здесь целых три коллекции – скрипка, флейта и фортепиано. Коллекции объединяют высокохудожественные образцы творчества западных и русских композиторов 17-20 веков, заслуженно считающиеся золотым фондом педагогического репертуара музыкальной школы. Конечно, эти коллекции будут особенно интересны для библиотек, школ искусств, да и просто школ. В книгах собраны музыкальные произведения разных стилей и эпох – барокко, классицизм, романтизм, опрессионизм, музыка XX века. На страницах изданий наши читатели и пользователи, и педагоги, и учащиеся, найдут пьесы разной степени трудностей – от простых для начинающих до крупных инструментальных циклов. И последний раздел, о котором я скажу, это раздел «Религии и человечество». Эти коллекции знакомят с историей религиозных представлений человечества, их многообразием и доктринами. Вот посмотрим одну из коллекций. «Буддизм. Классические исследования». Буддизм – одно из первых философских учений и самая древняя мировая религия. В классических научных и популярных книгах коллекции нашли отражение деяния Будды, деятельность буддийских проповедников и философов, образы буддийских божеств и мифологии, становление и развитие буддизма в различных странах мира. Читатель познакомится с трудами выдающихся отечественных и зарубежных буддологов – Васильева, Минаева, Альденбурга, Пишеля, Розенберга и других исследователей. Также в библиотеке «Нонфикши», конечно, присутствуют и периодические издания. Это отдельный большой раздел в общем каталоге «Нонфикшн». В каталоге выделены два больших подраздела. Это «Современная периодика» и «Периодические издания XIX-XX веков». Всего более 300 тематических журналов. И также в библиотеке «Нонфикшн» мы имеем аудиокаталог. Выйти на аудиокниги можно также с желтого верхнего меню, нажав на кнопку «Аудиокниги». В каталоге размещены 2400 книг, аудиокниг. Здесь и художественная, и мемуарная, познавательная, учебная литература. Также радиожурналы, книги на иностранных языках, музыкальные сказки, спектакли и занимательные программы. Уважаемые коллеги, я старалась рассказать, дать общую характеристику и нашего контента, и функционал нашей библиотеки. Основной рассказ у меня завершен. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Как получить бесплатный доступ к библиотеке? Да, вот у меня еще несколько слайдов. Это мобильная версия сайта, конечно, имеется. Вот как можно получить доступ. Обратиться к менеджеру нашего проекта, Алексею Архангельскому, по электронному адресу или по телефону. Но все эти данные есть, конечно, у нас на портале. Это, опять же, верхнее желтое меню. Кнопочка так и называется «Как подключиться». Все телефоны, электронные адреса, все там дано. Да, конечно, презентация будет доступна для скачивания. Текст презентации. Так-то мне, как говорится, не жалко. Просто он у меня в основном в общих таких набросках. Ну, нужно подумать тогда, ну, может быть, его подготовить отдельно. Да, вот презентация теперь доступна для скачивания. Уважаемые коллеги, мы действительно сейчас очень большие силы направили на доработку и развитие нашего портала «Нонфикшн». И поэтому, если у вас есть пожелания к доработке какого-то функционала, особенно, конечно, мы понимаем, самый центр сердца системы – это личный кабинет библиотекаря. Если в формах статистики вам нужны дополнительные столбцы, дополнительные сведения по сбору какой-то информации, пожалуйста, обращайтесь к нам по тем адресам, которые вы видите у нас на сайте во вкладке «Как подключиться». И мы с вниманием отнесемся и вообще очень стараемся чутко реагировать на ваши замечания и поправлять, если что-то в системе требует доработки. Большое спасибо и вам за внимание. Даталью за замечательный вебинар. Я сам его с удовольствием прослушал. Более того, те нововведения, которые были сделаны последние, буквально последний день, сам впервые узнал от Наталии. Буду теперь знать и вам тоже рассказывать по необходимости, сообщать эту информацию. Вот. Вас тоже благодарю за то, что вы тут пришли. Пришло немало человек. Тема все-таки достаточно частная. У нас было почти сотня человек. Это здорово. Ну, надеюсь, собрались те, кто непосредственное отношение имеет к теме нашей. Наталья рассказала, к кому обращаться в случае, если вам необходима дополнительная информация. Я надеюсь, наш продукт вам понравится. Ну, а мне осталось проститься и пригласить вас на все мероприятия Директ Академии, которые у нас проходят каждый день, а то и чаще. Например, завтра у нас будет целых два вебинара. Всего доброго. До новых встреч в Директ Академии. До свидания, коллеги. До свидания, Наталья. Субтитры создавал DimaTorzok